всем бобра с вами капитан немов сегодня я хочу поговорить о слайдерах меня иногда спрашивают вот недавно спросил подписчик расскажи о слайдерах ну что рассказать о слайдерах не знаю не будем углубляться в истории никто не знает то когда первый раз придумал слайдер но я так подозреваю что гораздо проще сделать инструмент безладовый чем с ладами и поэтому чтобы на нем играть то надо надо либо делать очень ровную накладку из твердых пород твердых сортов дерева таких как и бен или палисандр что очень затруднительно либо делать безладовый инструмент чтобы струны были находились очень высоко надо над грифом и елозить по этим струнам каким-нибудь твердым отполированным предметом чтобы звук был певучий напоминал голос вот наверное поэтому был придуман слайдер как таковой то есть в разных модификациях он встречается пример может быть вы слышали гавайскую музыку гавайскую гитару ли pedal steel но это гавайская гитара накладется на коленке вот лэп стил педал стил гитары и по струнам вводит таким отполированный такой железный хреновиной тяжелый называется тон бар это код добрый такой кусок железа никелированный или хромированный либо вообще отполированный до зеркального блеска он имеет очень такой приличный вес но так как струны находится очень очень высоко на таких гитарах тон как бы ложится своей тяжести на струны и плотно прижимается к ним и поэтому получается такой очень звук чистый и с большим сустейном почему с большим сустейном потому что за счет за счет своего веса он очень хорошо прижимает струну и струна вот в этом месте где он ее прижимает она не бьется поэтому это как вот ходячий порожек такой получается понимаете да и струны как раз на таких гитарах ставится без оплетки вот значит те слайдера которых идет речь сейчас но мы разбираем все-таки блюзовую тематику вот издревле делали слайды и слайдеры из горлышек и бутылки то есть bottleneck берется бутылка с длинным горлышком главное чтоб палец туда влазил вот и отрезается горлышко или отбивается как-то но есть несколько способов сделать bottleneck их в интернете несложно найти это используется допустим стеклорез берется бутылки вот так вот отрезается потом в горячую воду в холодную воду и он отваливается там либо берется ниточка с бензином или с каким-то растворителем обматывается вокруг горлышко поджигается в этом месте стекло нагревается и опускаться опять в холодную воду и так вот до тех пор пока не треснет дальше слайдеры делается еще и с кем есть слайдер керамические вот керамический слайдер и керамическим слайдером я не пользуюсь потому что он на мой взгляд имеет очень толстые стенки вот вы видите да им неудобно играть он очень большой неуклюжий и такой и кстати вес у него небольшой у этого слайдера поэтому мне как-то неудобно им играть он большой неуклюжий такой вот как будто палец в гипсе находится это неудобно я играю обычно слайдером который сделан из металла то есть это латунь покрытая хромом то есть хромированная латунь вот это мне слайдер подарили я уж не помню или не по или я покупал слайдеров сейчас продается очень много магазинов музыкальных они все разные по диаметру разные и по длине разные то есть для игры на сигар боксе нужно выбирать слайдер такой коротенький то есть фактически чтобы он вот упирался вот в эту фалангу и вот здесь заканчивался то есть игла чтобы он не болтался тут на пальцы и не сильно давил побери подбирайте по диаметру и вашего не болтался и как сказать не был длинным вот этот слайдер мне больше всего нравится тем что он имеет такую длину диаметр подходящий и вес такой сбалансированный его хватает на то чтобы прижать струну но его вес не настолько большой чтобы продавливал струной бился об лады то есть такого тоже не должно быть вот почему у некоторых людей например не получается играть слайдером некоторые люди жалуются что у них вот вот говорит у меня не получается все время дребезг какой-то идет почему такое бывает ну потому что дребезг как раз таки возникает тогда когда слайдер не плотно прижимается к струнам почему это бывает может быть слайдер вот китайские слайдеры например чем они плохие тем что они сделаны из очень легкого материала очень тонкую стенку имеет и поэтому имеет такой легкий вес когда ты ее опускаешь на струну струна под воздействием то есть когда как струна колеблется она начинает биться об этот слайдер получается такой неприятный звук опять же либо есть такая проблема у некоторых гитаристов то что он ведет слайдером они у него зацепляются за лады и получает звук такой как неприятный тоже расчесочный такой звук с постукивания вот это получается из-за того что струны видимо слишком низкие либо человек кладет слайдер под вот таким вот углом и они слайдер зацепляет сам гриф то есть слайдер естественно должен опускаться на струны вот так вот параллельно струна понимаете не так и не так а вот так вот ровненько вот что значит да хотел рассказать про свой первый слайдер то есть свой первый слайдер я сделал из трубы от велосипеда вот там старые советские велосипеды у них труба на которых держится сидушка я просто взял такую трубу отпилил кусок зачистил заполировал его и получился замечательный слайдер с которым я играл очень пользовался очень много лет но вот потом у меня появились такие вот ну я думаю вам стало понятно какие то вопросы может быть еще будут так что задавайте я с удовольствием отвечу подписан канал вступайте в группу вконтакте всем бобра еще раз с вами был за немов